Ничанге осень, листья опадают. Прям пейзаж напомнил мне реально осень. Вот так вот тут времена года меняются. Ну что, море на месте. Как меня в комментариях поправили. Это же не океан, это море. Да я знаю, что это море. Это просто шутка такая. Сегодня волны. Море чистое, но волны большие. Я вчера подал на электронную визу. Что касается визы здесь во Вьетнаме. Для россиян. Для россиян виза не нужна, если вы едете до 15 дней. Если больше 15 дней до месяца, то можно подать на электронную визу. Это делается просто на сайте. Подается. Форма заполняется. Прикрепляется фотография. Фотография паспорта. И, собственно, в течение трех рабочих дней вам на электронку присылают электронную визу, с которой вы ее распечатываете и пересекаете границу. И на границе пограничнику даете свой паспорт и эту распечатанную электронную визу. Вот у меня она заканчивается 19-го. 18-го мая я буду выезжать отсюда. И 19-го буду пересекать границу и снова заезжать. Я поеду в Лаос. Это так называемый виза-ран. Когда вы... С английского дословно сбегать за визой. Когда вы выезжаете из страны и снова заезжаете, чтобы получить визу. Прошлую свою визу я делал, когда я находился... Когда я находился в Колумбии еще. Я подавал ее из Колумбии. И я несколько дней пропустил, потому что я вынужден был ждать период до того, как полететь в Сингапур на пересадку. Там были требования по вакцинации после посещения стран Латинской Америки. В итоге я должен был заехать 19-го... Да, я должен был заехать 19-го мая. И у меня виза должна была быть на один месяц. А в итоге я заехал 22-го сюда, насколько я помню. И 19-го, вот она у меня закончилась. Меньше месяца. 18-го мая, вот я полечу. Поеду на автобусе. Я тоже поснимаю контент. Я поеду на автобусе. Чисто азиатская тема. Слип бас, по-моему, называется. Там как кровати такие. Я хорошо поснимаю, покажу вам, как это все выглядит. И съезжу, продлю себе еще на месяц пребывания здесь. Ну, а там видно будет. Буду я здесь жить еще месяц или нет. Жилье у меня оплачено здесь до 22-го мая. Я думаю, что еще месяц я здесь побуду. Буду вам надоедать роликами. Вот такими. Теперь, что касается граждан Казахстана. Я знаю, меня смотрят много граждан этой страны. Потому что оттуда есть чартерные рейсы и оттуда есть пакетные туры. Я сам не гражданин Казахстана, поэтому я не знаю на своем примере. Но я читал про это. Поправьте меня, кто ездит сюда, кто ездил. Гражданам Казахстана виза нужна в любом случае. У них нет безвизового периода, как у россиян на 15 дней. Но визу на 15 дней, до 15 дней, граждане Казахстана могут получать по прилету. Обычно, я так понял, там нужно письмо-приглашение какое-то. Его делают операторы, эту фирму. И точно такая же возможность у граждан Казахстана есть, как и у меня, как у россиян, подавать на электронную визу. Абсолютно то же самое. Заходите на сайт, ссылку на который я прикреплю. И там заполняете анкету, фотографию, фотографию паспорта. 25 долларов оплачиваете, и вам дается однократная виза на месяц. Оплачивать нужно для россиян, еще пометочка, только картами виза, мастер-карт, американ экспресс и JCB, по-моему, или как она называется еще, система. То есть, там нет никаких мир, платежных систем и прочих. Для оплаты вам нужна будет какая-то виза, мастер-карт или американ экспресс. Как-то вот так. Кто раньше ходил в ресторан Москва, вот это место, оно еще существует. И вот я меню покажу. Я, кстати, здесь уже был в этот раз. Вот это большая печаль. Раньше у них Сайгон стоил дешевле, чем в магазине. А сейчас в два раза дороже. Так. Поехали. 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 Хорошо. Поехали. Раньше. российское даже блюдо русское окрошка борщ пельмени кстати борщ не так уж и дорого с учетом того насколько продукты дорогие потому что я готовил здесь больше и это было очень недешево цены умножайте на три с половиной группы будет в рублях 79 на три с половиной 55 на три с половиной они даже наоборот выросли за это время караоке сделали второй этаж они сделали там наверху еще король с того времени с восемнадцатого года еще развились немного вот так кто ходил в ресторан москва добро пожаловать москва была есть будет понятно то есть я хожу качаться не в зал я хочу качаться вот сюда когда меня спрашивают качаешься это сайлент клуб они здесь так тоже облагородили со времен восемнадцатого года хотя примерно тоже самое в то есть вот 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 у «пай »